всем привет всем привет у нас уже день готовлю обед нажрала 3 килограмма люди уже точно пора закрывать рот потому что потому что второй подбородок сам о себе говорит и весы тоже и одежда просто трещит по швам ну по поводу держа еще как бы может быть но внешний вид это все потому что я вот эти вот заедаю свой стресс вечерние эти мои какие-то вылазки с подругами в среду я ходила пиццу сражала целую пиццу на ночь вчера но ели мы салат и потом еще картошку фри заказали вкусно было кстати картошку фри погуляли хорошо мне понравилось кто меня смотрит в реста это заведение проспект возле цума очень хорошая так даже не скажешь ну то есть ну здание здание вот а внутри красивая это летняя площадка меню очень хорошее вкусное и недорогое на эти коктейли тоже по 15 рублей потому что других местах и по 20 по 25 по 30 то за 15 рублей я считаю это еще очень дешево ну где-то сколько это получится тогда 4 на 3 ну где-то 4 евро сейчас перечитаю еще точно скажу да кстати хочет где-то 4 там и 5 круче евро а салат что мы ели тоже это около 6 евро и за такси я заплатила 3 евро вот но мы ехали со знакомой моей то наполовину заплатили пошли тоже было по пути вообще выпила один коктейль съела салат и не наелась потому что ну без хлеба а вот так знаете как так поела казалось что не голодная но в итоге не наелась и хотелось еще что-то дозаказать до заказать но понимала что как бы мяса будет много а что еще не поняла вот это взяли эту картошку фри я уже не снимала это взяла еще виски с колой такой коктейль но уже мне не пошел вообще я поняла что крепкие алкогольные напитки это не моя тема мне надо вот я хотела пиво но там было дорогое бельгийское пиво если везде там по 7 8 рублей по городу там было 13 вот надо было мне его взять я бы с удовольствием провела вечер а так я взял один коктейль потом 2 и вот это мне каждый раз я пила и вот так меня понимаете и вот так меня аж передергиваю потому что я еще раз говорю я не фанат крепких спиртных напитков даже в коктейли разведенный там не знаю соком или чего что-нибудь короче удовольствие не получила я поняла что мой напиток это вино или пиво ну и шампанское еще может быть но этот вечер мне шампанского не хотелось во первых на то было тоже дорогое наша до русского дешевого не было но еще раз хочу сказать что мы видели порции другим людям что приносили то красиво была подача и большая порция и в принципе за разумные деньги такая варю себе брокколи чтобы понимали помыла кстати плиту посуду постирала видео смонтировал загрузила вот сейчас готовлю себе диетический обед еще раз хочу подвести итоги что мне вчерашний очень понравилось действительно что музыка конечно в начале вечера было вау там 10 в 11 да но мы же сидели к лица выпивали и разговаривали и кушали а когда пошли танцевать уже был такой не очень и кстати контингент людей такие постарше вот там 30 40 или даже 50 лет но женщины заходили то есть там вот таких но совсем совсем молодых очень мало в основном это заведение для людей постарше поэтому кто живет бресте или будет проездом на гостем города бреста рекомендую это место посещение опять же находится рядом гостинице индурист очень удобно для на для гостей города вот такая ночь не погода кстати с утра шел дождь вообще не хотелось вставать просыпаться я в два часа я до часу было где-то врачу 2 часа легла спать пока приехала пока там это мы вызвали такси и пока и в душ короче два часа ночи я легла спать и проснулась полдесятого и шел дождь шел дождь и думал он целый день но пока вот уже даже высох асфальт я не знаю что ехать мне куда не ехать или дома уже проводить посмотрела еще работу подправлял резюме короче завтра буду определяться уже уже надо пора идти зарабатывать деньги на есть как бы деньги за что жить мне ремонт делать да поэтому надо надо зарабатывать деньги и хочу сказать всем огромное спасибо за комплименты да вчера я юля моя были мы красавицы ну как бы есть красавицы все женщины некрасивые но честно если так сказать сделать макияж и прическу укладку все мы намного красивее выглядим кстати выглянула солнышко даже можно будет прогуляться значит я уже творила брокколи вот так аппетитно выглядит мой диетический обед я поняла что еще порция небольшая надо ее уменьшать всем приятного аппетита можете только три кусочка съем но это просто последняя рыба я уже погорячилась разогрела все что осталось ну что я вкусненько поела сегодня не буду краситься буду отдыхать от косметики связала хвостик и иду гулять одела шорты вечно я выбегаю спешу и не успеваю вам заснять как я выгляжу сейчас покажу просто маечка шортики может пониже все же поставить вот так по простому мои любимые эти джинсовые шорты такой вид сзади я в том году похудела они мне были вот тут свободны вообще 69 килограмм я весила сейчас я уже сегодня встала на весы снова 72 даже 73 но это как бы понятно что я вчера поздно поужинала но это нереальная цифра 73 килограмма так что сегодня у меня диета вечером будет я буду есть этот сделаю круче салат куплю сейчас кефир и я ем такой салат огурец помидор помните я на тенри все время вечером его ела огурец помидор заправлен кефиром вот такая диетическая штука в итоге я все равно наела сейчас съела всю рыбу все брокколи единство что без хлеба я надеюсь что быстро выйдет я поняла что у меня разбился желудок что я вот эти много ем всякие вкусняшки батоны мороженое но что же очень калорийное и короче да разъелась я разъелась мать да не без этого помните я снимала на дня когда мы шли в кино эту белую черешню что вы думаете всю черешню поклевали птицы вот сидят я сейчас шла такая стая вылетела думаю откуда они летят поклевали птицы представляете облюбовали целая куча на земле валяется сидят и едят ягоды прикол вот как кто-то посадил такие типа как скворцы не знаете едят прикольно кто мог подумать и ну я знала что птицы едят эти ягоды но они их получается портят только она чуть наколола укусила и все вот так вот остался хозяин без черешни смотрите всю черешню облюбовали мне даже не знаю обидно за хозяина если он конечно имеется митя птицы все 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 черешню поели главное что вот на вишне сидят потому что вишня кислая а черешня видно сладкая и они клюют эту черешню сладкую ну такой прикол а я после плотного обеда все же решила прогуляться в город купить огурцы помидоры у меня же проездной проезд оплачен сейчас пройдусь две остановки надо шуга стрясти так сказать обед и потом сяду на автобус и поеду на рынок без десяти четыре рынок до шести часов так что я надеюсь что успеваю купить огурчиков помидорчиков и зайду заодно куплю еще кефир кстати на улице довольно таки жарко я вот иду уже супрела наверно когда облака так прохладненько а вот солнце светит туда же жарковато иду и думаешь на завтра приготовить никакой фантазии что приготовить пришли в комментариях что вы готовите когда еще в испании жила что там уже старалась готовить вкусно а себе и так сойдет да крутила вертела что приготовить так значит что придумала замариновать эти бедра куриные на как я вот испании дело в этой приправе аж привязываться кучу это приправы на подарки так и никому не отдала ничего такой одной подушке своей 2 и рак стал тебя дать эту приправу и короче надо замариновать в этой канарской приправе эти бедрышки я люблю бедра от курицы именно самая моя любимая часть курицы это бедро не полностью курачок ножку так раньше детства любила ножку а сейчас люблю именно бедро плосочные вот я его замариную и сковородки завтрак потушу придумаешь на гарнир здесь это будет картофель и хотела с вами обсудить некоторые темы пока иду по поводу коллектива и моей предыдущей работы да вот то что я ушла ставили черт девочки тоже меня уговаривали типа зачем я это сделала можно было потерпеть сюда я так села вот мет так задела на стола села на коня начало эмоционировать гри люди я от мужа ушла испанцы который мне полностью держал ну да в чем-то ущемлял но я была на всем готовом жила в испании возле океана я отказалась той жизни и забью за забью за что муж меня тиранин унижал придирался ко мне так и тут я буду на работе где я провожу большую часть своей жизни терпеть человека которые меня не ценят даже то что не ценят тоже меня игнорирует по-своему то есть потому что молчание это тоже бьюз я терпела три недели пыталась основать контакт с этим человеком она никак не шла на контакт говорю целый день я приходила старалась как-то с ней не скажу дружить но общаться потому что это же не не продовольственный магазин магазин мебели скажем так где пять человек за день проходит и ты вольно невольно должен общаться с твоим коллегой по тому или иному вопросу я пыталась общаться и человек меня игнорил знаете как бы сквозь зубы мне отвечал и находиться в таком напряжении весь рабочий день это очень тяжело игр я ушла от мужа абьюзера я была в своей комнате он своей я жила как бы меня содержал человек а тут чего мне теперь вот такой да может я когда пойду на другую работу там магазин тоже может быть заведующий такая да но по крайней мере это будет большое пространство это будет большой магазин то есть он это будет занят своей работой я буду занят своей работы да а если то маленькое пространство и вы сидите друг напротив друга друга в расстоянии один метр то ну мне очень тяжело вот это выносить энергетические я не смогла и поэтому уволилась не за что мне ждет на моей будущей работе но на этой работе я не смогла обработать и по поводу дочери тоже с ним цели в комментариях как так ваша дочь общается с папой который ей не занимался в детстве он не платит только алименты минимальные алименты но так чтобы там забрать на выходные провести выходные с ребенком такого не было забирала бабушка на выходных и проводила время бабушка с ребенком а папа только заводил отвозил но воспитание ребенка не участвовал еще было много таких моментов грубо говоря за которые можно было обидеться и разозлиться что мы делали с юлей но я понимала что тоже с таким на эти камнем на душе жить не лучший вариант и надо каким-то образом простить папу я и говорила говорю это твой папа тебе надо будет его как-то простить вот и пока она была маленькая она особо не понимала этого а сейчас она понимает что не сама конечно же понимая тоже смотрится ки видео развивающиеся вот понимать что ей надо простить своего папу и маму и принимать их такими какие они есть это ей необходимо первую очередь для ее построения будущих отношений с мужчиной для ее семьи чтобы не было вот обидно родителей чтобы она смогла создать нормальную крепкую семью как же я принимаю то что моя юля общается с моим бывшим мужем с ее папой который мне принес много боли огорчение и разочарований и оскорблений и продолжает приносить я к этому отношусь философски что по-своему это какой-то урок моей души который я должна была пройти а это ее папа то есть она его таким выбрала душа выбирает на земле на небе родителей какими они будут значит и надо порыться в этой семье я даже вчера не спросила грюот и там папа своего там не стесняешься мне сказала что я маму стесняюсь больше чем папа так что видите как я очень рада за нее что она принимает своего родителя таким как он есть и она мне об этом постоянно говорит что я должна вас принимать такими какие вы какие вы есть то же самое должно делать по отношению к своей дочери принимать ее такой как она есть но у меня не всегда получается очень часто у меня какие-то обиды конфликты с ней возникают которые я вам уже не комментирую чтобы мне не говорили что я плохая мать наговариваю на своего ребенка но мне тоже трудно ее иногда принимать и по поводу бывшего мужа почему я не настраиваю дочь против отца потому что вот в данный момент когда я уехала в испании моя бывшая свекровь помогла юлия с организации похорон моей мамы и сейчас они ухаживают тоже за могилой моей мамы моя бывшая свекровь приезжает на кладбище к своему мужу а как бы мой бывший муж косит траву на кладбище у этого человека и заодно косит траву на могиле моей мамы поэтому поэтому я уже не имею права открывать рот и строить какие-то войны с ним то есть да много было чего но за это я ему благодарна что он косит траву на могиле моей мамы потому что как бы я это делала вручную пришлось бы делать ручную а так он это делает при помощи этой пилы да поэтому я ему еще раз говорю благодарна и стараюсь держать нейтральную позицию так сказать не конфликтовать как уже есть что есть грубо говоря что было то было я иногда своих видео озвучиваю что было чтобы вы понимали представляли не все так прекрасно было моей жизни но в данный момент жизни я стараюсь так сказать поддерживать нейтралитет и ни в какие войны с ним не вступать на самом деле мне было очень тяжело воспитывать дочь одной поднимать заботиться не и материальном плане и моральном плане ну как говорится дочь выросла а и почему же бывший муж не общался с дочерью пока она была маленькая потому что он был очень сильно меня обижен что я с ним развелась я ему изменила и вот на протяжении так лет вот так на меня обижен что он не видел ребенка за всем этим пока она сама не выросла и кирица не не стала первая с ну вот общаться с папой да она же могла закрыться да по-своему и не общаться с папой но для нее важный контакт опять же я уехала жить в испанию вот это единственные близкие человек который не остался папа бабушка поэтому по-своему она еще больше сблизилась с ним я этому на самом деле рада потому что это ее корни это ее так сказать родственники и она должна с ними общаться она не должна обрывать свои так сказать родственные связи другими родственниками по каким-либо причинам очень жалею что свое время когда я была маленькая мама настроила тоже против бабушки то есть мамы и папы моего и да я переца была маленькая не понимала что происходит на самом деле как бы надо конечно же общаться и надо конечно же поддерживать родственные связи рапидо 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 быстренько быстренько снимаем ну что там такое побежала испугалась испугалась побежала обратно в сквер думаю что там такое перед глазами мельчишит это белка наверно с этого с парка паркетила куча белок живет может это ночью перебежала пока машине было сейчас молодец сообразила что не стоит такая я на свою же любимой улице миткевича самое мое любимое место в городе бресте памятник миткевича да и бегающая белка ну-ка этом она попадет под машину будет не прикольно постараюсь и и не пугать не преследовать а то сейчас уже точно ринется под машину посмотри все-таки побежала через дорогу побежала такая какая-то белка называется экстремалка белка экстремалка не знаю куда и бежать бедолажка заблудилась убежала во двор за бабушкой это очень красивая улица вся высажена каштанами каштаны уже у нас бресте отцвели ждем когда будет осенью уже так сказать все же плоды падать сюда на асфальт и мне писали что микросил длинном это платье но люди я же не буду длина платье ходить в жару вот сегодня жарище ну куда мне длинная только шорты и платье короткие никак без этого вообще в этом году погода очень радует май теплый июнь теплый были года что в мае ходили в куртке в июне ходили в куртке будем надеяться что в июле не будет этого резкого похолодания и это и лето продолжит нас радовать своей так сказать прекрасной солнечной теплой погодой я даже сегодня не буду есть мороженое вот пообещала салат иду за огурцами помидоры никакого мороженого не знаю что будет завтра но сегодня точно постараюсь воздержаться от вкусняшек ну и конечно же наша красавица николаевская церковь особенно когда солнечный день очень красиво переливаются купола вот эти золотые кресты и вообще вот цвет желтый такой синий очень привлекаетелен глазу любимая моя церковь но на службе здесь не бываю бывают такой себя на районе отсюда иногда захожу поставить свечку кстати продолжает свести липа в городе такая красота пышнота красота аромат обалдеть просто обожаю обожаю цветение липы скоро будем есть этот ли липовый мед кстати юля должна принести мне мед майский мед но я если честно люблю больше липовый мед из таких цветочков пышных а это я приехал домой и прохожу мимо наши липы и такой идет гул тут просто рой этих пчел которые собирают мед не слышно вам не слышно очень много пчел попробую сейчас поснимать так они здесь эти тружи трудятся трудятся труженицы так пока нету фокуса но просто на каждом цветке сидит пчела перебирая цветочки такой гул стоит как будто целый рой пчел вылетели на это на работу на работу сверхурочно где смотрите красиво под низу поставила пакет свой цветет липа и вот только что сидели эти пчелы на цветах видите там сидят страшно заходить чтоб не покусали аромат такой стоит берет целая липа облипана пчелами вот здесь пониже наконец-то прилетели ко мне пониже на хоботком каждый каждый тычинку обрабатывает сколько надо за день вот так полетать чтобы что-то заработать все я уже дома переоделась помните я вам клятвину обещала не есть мне сладкое зашла в магазин ничего купила только маленькую пачку печенье думаю ничего не вкусно и проходила мимо на ручку уже не снимала такой у нас ларек от хлебозавода тут грязь у меня смотрю только посмотрю смотрите смотрите что я насмотрела такую песочную слойку сто лет не ела знаете вкус детства такой дайте а-ля сандвич вот они сандвичи но наподобие боже сегодня есть не буду буду есть завтра все постараюсь так сказать взять из себя в руки даже прячу в шкаф так что еще купила купила шампунь зашла милу мне понравилось я покупала в прошлом месяце по акции хороший шампунь сьёс вид сейчас как все марки по-русски пишут не знаю для чего это делается так купила как я уже берила пачку печенья к чаю такое хорошее люблю купила кефир сейчас делать салат как я и обещала и купила вот помидоры по 5 рублей покупала бересте огурцы уже покупала на рядах по два с половиной рубля вообще по 3 рубля на 80 такие по два с половиной мне дал закручены все и честно курицу не купила потому что магазине была дорогая бедра а на рынке уже все распродали а то что было тоже было не свежее все как и обещала литический салат огурец помидор гроб еще добавила немножко и заправила все это дело кефиром без хлеба потому что я эти дни очень ела еще много хлеба хлеба батона все без хлеба без батона 6 часов 6 15 уже ужинаю рано все и никаких складе этих колбас печенье и всего прочего и совсем приятного аппетита обожаю наш шикарный вид из окна кстати кто тоже любит наш шикарный вид ставьте нам лайк а тут сегодня какая-то прилетела очередная гадость но этот человек уже не знаю хотел мне просто насолить все я вкусненько покушал диетически надеюсь хоть полкилограмма уйдет а то встала на весы жрится колбасы 73 килограмма приехала было 69 я уже 4 килограмма но это как бы не не жиром ну короче всякая вредная еда я думаю быстренько уйдет все будут правильно питаться ладно настраиваюсь на рабочий лад завтра понедельник буду искать работу сейчас сажусь монтировать видео для вас и может позанимаюсь испанским языком пофотографировала тоже старую мебель надо выставить на куфор как мне советовали может и бесплатно заберет все мои хорошие всем огромное спасибо за ваши добрые слова машина не за ваши комплименты и за ваши комментарии за ваши лайки за вашу подписку за ваши супер спасибо да такой донатик на любимого блогера всех люблю всех целую всем желаю плодотворной рабочей недели не забываем отдыхать лето пройдет быстро как говорится назад не вернется поэтому поэтому находим время не только работ на работу но и на отдых все всех люблю еще раз всех целую всем пока пока